Около 130 молодых людей приняли участие в соревнованиях по мини-футболу памяти Петра Машерова. За 9 игровых дней состоялось 34 матча, на которых каждая из 12 команд старалась выложиться на 100%. Сражались упорно, но в финал вышло только две – команда «Брест-Газоаппарата» и «Локомотивное депо». Мы впервые здесь участвуем, можно сказать, новый вызов для команды, для нашего предприятия. Довольно интересно прошел турнир, такой, скажем, даже скоротечный, в течение недельки немножко нагрузились. Познакомились, как познакомились, многих ребят знаем с этого турнира, так что проверить свои силы в днешний раз было очень интересно. Вышли в этот финал и хотим впервые в своей истории стать чемпионами данного турнира. Интересно, все увлекательно, видно, что команды, как говорится, любители, все работяги, не спортсмены, не профессионалы, всегда интересно поиграть, грубо говоря, на своем уровне. Команду «Газоаппарат», которая год в год участвует во всех городских соревнованиях, международных, и на данный момент они участвуют, грубо говоря, в финале «Элит-Лиги», я думаю, что для нас это очень тяжелый соперник. После финального боя на игровом поле соперники встретились в зале Ленинской администрации, куда их пригласили для награждения. Первое почетное место заняла команда «Брест-Газоаппарата», второе место перешло команде «Локомотивного депо», а третье заняла команда «Поле зашел в строй». С каждым разом количество команд увеличивается, и можно констатировать то, что действительно это объединяет молодежь, у них появляются какие-то общие интересы, они начинают между собой более тесное общение. И хотелось бы отметить также, что в принципе, первый раз мы проводили, присматриваясь к тому, будет он популярным, не будет популярным, сегодня мы четко уже видим, что турниру быть. Стоит отметить, что награды получили не только команды. Судьи соревнований выбрали победителей в номинациях, таких как «Лучший вратарь», «Игрок», «Бомбардир». Кроме того, наградили единственную девушку-футболистку Евгению Клочкевич из команды «Продтовары», которая также смогла проявить себя как хороший игрок. Организаторы и участники заверили, что соревнования обязательно состоятся через год, и количество команд станет большим. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».